Доброе утро! Похоже, меня подписали на бесплатные спам-процедуры. А по-другому и не скажешь. Каждый день по 10 смс-ок. Ну зачем мне знать, какое такси в городе самое дешевое? И не буду я искать своего двойника и уж тем более отправлять реквизиты банковской карты только потому, что вдруг выяснилось, что я единственная наследница. Если так и дальше пойдет, то скоро родители начнут пугать капризных детей не милиционером, а спамером. Хорошо, что во время эфира телефон в студию брать нельзя, а то бы уж наверняка засыпали макулатурой. Можно утешать себя только тем, что если спам приходит, значит это кому-нибудь нужно. Переходим к обязательным утренним процедурам. Гламурный барбос. Чтоб я так жил. И в лесу есть жизнь. А где жизнь, там биржа. Льготы разные нужны, льготы разные важны. Дворцы бывают всякие. Как только не называли Пермь. Даже Завихряйском. Нет науки выше экономики. Есть такое мнение. Два лучше, чем один. Это может относиться к чему угодно. Даже к диплому о высшем образовании. А еще это великолепная возможность одновременно и качественно получать знания. Здравствуйте. Это рубрика «Будь выше» о том, как живут современные студенты. Сегодня мы расскажем о программе двойных дипломов. О том, что это такое и как в ней принять участие. Ну, а помогут мне в этом наши земляки. Ребята из Пермской вышки, которые сейчас проходят обучение в университете графства Эссекс. На связи с нами Саша Кожевников и его друзья Святослав и Дима. Привет, ребята. Привет, Пермь. Ну, как вы там? Все замечательно. Живем, учимся. Все очень здорово. Очень много интересного. В Эссексе сейчас 8 пермских студентов. Все эти ребята изучают бизнес-стратегию в глобальном контексте. Так называется совместная магистрская программа. Пермская высшая школа экономики и университета графства Эссекс. Что это означает? Если коротко, за два года они получают два диплома плюс языковую практику. Об этом речь шла еще в сентябре. Вот эти кадры. Ребята перед отъездом в Великобританию встретились с директором Пермского кампуса Галиной Володиной. Вы первая группа студентов из Перми, из Пермского кампуса высшей школы экономики. Я очень в вас верю. Очень в вас верю. Наш университет вложился в это по полной программе. И мне бы очень хотелось, чтобы вы свое время в Эссексе потратили не зря. С этим напутствием и отправились в Англию. Надо сказать, что ради этого момента ребята прошли долгий путь. Для начала они были зачислены в магистратуру Пермской вышки. Успешно прошли часть обучения в Перми и подтвердили знания английского языка, получив сертификаты IELTS. Все знают, что в вышке у нас дают очень хороший английский язык. И чтобы как-то развить это дело, потому что в магистратуре уже английскому уделяется не такое внимание, я решил поступить в магистратуру в Англию. И вот то, что вышка дала нам такую возможность, это, конечно, супер. Не стоит бояться того, что у вас нет какого-то бакграунда, нет каких-то специальных знаний, которые здесь потребуются. Обучение всегда начинается с базовых понятий. Больше всего их удивил мультинациональный состав студентов и преподавателей. Здесь, в Эссексе, люди со всего мира. Ребята шутят, некоторые профессора на английском говорят с акцентом, но это не мешает общению. Самое главное, в европейском вузе есть возможность познакомиться с другим стилем обучения. Если в Пермской вышке у нас был жесткий график пар, то здесь у тебя приблизительно одна-две пары в день, и остальное время это на самостоятельное изучение. И бывает очень сложно мотивировать себя, чтобы перестроиться на другую модель, но ты постепенно начинаешь понимать, что ты должен это делать. Самые последние новости из Эссекса – университет остался доволен пермскими студентами. Для них впереди еще месяц обучения и написания магистрской диссертации. А что касается программы двойных дипломов, теперь у зарубежных коллег есть уверенность, что она будет продолжена. У нас все очень рады, потому что приехали качественные студенты, которые учатся, которые задают тон на лекциях, которые не стесняются спрашивать, которые активные. И это резко повышает мотивацию лектора, который читает лекцию. 30 ноября преподаватели, студенты и выпускники отметили 15-летие Пермского кампуса Высшей школы экономики. И, что приятно, наши в Эссексе не забыли альмаматор. Вот их поздравления. Партнер проекта Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики Пермь. Сейчас любая льгота – это привилегия. Иметь ее всегда приятно. И, не побоюсь повториться, иметь лучше, чем не иметь. Сейчас поговорим о льготах в ЖКХ. Со следующего года изменится порядок предоставления дополнительных ежемесячных компенсаций по оплате жилья и коммунальных услуг для региональных льготников. В эту категорию войдут ветераны труда, пенсионеры с большим трудовым стажем, реабилитированные граждане. Компенсации в новом размере начнут получать с 1 апреля. В настоящее время эта дополнительная компенсация установлена в твердых размерах. И она имеет определенные ограничения. Ограничительные суммы – это 800 для льготников, проживающих членами семьи, и 1035 для одиноких льготников. А с 1 апреля предполагается возмещать компенсацию в размере 50% от понесенных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Размер компенсации будет определяться под данным, представленным поставщиком жилищно-коммунальных услуг. Также гражданин сможет сам принести документы, подтверждающие расходы на оплату в территориальное управление Министерства соцразвития или консультационные пункты. При этом основная ежемесячная компенсация в размере 417 рублей будет предоставляться каждому региональному льготнику, имеющему на нее право независимо от расходов на оплату. То, что делает правительство, Министерство и законодательные собрания, вот в этой части, о чем сказала Татьяна Юрьевна, мы их целиком поддерживаем. Потому что считаем, что вот те изменения, которые внесены вот этим законом, они вносят справедливость. Информация о новом порядке начисления будет распространяться через ТОСы, Советы ветеранов, территориальное управление Министерства и консультационные пункты. Совсем скоро исполнится 110 лет со дня начала Первой русской революции. Да, была кровь, были страшные события, была ненависть. Но рядом случались и анекдотические истории. Что было, то было. Вот такие легенды губернского города. Партнер проекта, поставщик портьерных тканей и фурнитуры «Текстильная долина». Первая русская революция. Пельмикам в первую очередь приходит на память вооруженное восстание в Мотовилихе. Но борьба шла не только на баррикадах, борьба шла на газетных страницах. Известный публицист Власий Дорошевич написал филитон под названием «Дело о людоедстве». Сюжет замысловат. В неком городе Замикрайске исчезает околодочный надзиратель Аким Силуянов. Как выясняется впоследствии, ушел в загул. В это же время некий купец Афанасий Семипудов учиняет дебош на рынке. Задержавшим его полицейским гордо заявляет. Он персона важная, ел пирог с околодочным. Конечно, о речи приятном времяпровождении. Но бдительные полицейские делают вывод. Купчина, революционер-людоед, съел их коллег. И хотя загулявшая к околодочным в итоге находится, события в филитоне следуют нешуточные. Закрыта газета «Завихряйское вольное слово». Учителя и учительниц при отсутствии улик на всякий случай ссылают в Вологодскую губернию, земских деятелей в Астраханскую. В Завихряйские края вступает карательный отряд под командованием «Закатай-Закатальского». Но и этого мало. Людоедов, поедающих стражей порядка, начинают искать по всей России такая нелепая охота на ведьмы. Но при чем здесь прикамья? Дело в том, что где-то за месяц до появления филитона в Перми отличился в кавычках «мелкий кубчик» по фамилии Пудов. В пьяном виде учинил драку, а затем нелестно высказался о прибывших на место события полицейских. Нарушителю спокойствия, как говорится, намяли бока. Ведь не велика птица. Но тут филитона-людоедя, купца Семипудови, кое-кто в Перми забеспокоился. Не подсказали ли либерально настроенные пермики королю русского филитона тему на основе злоключений местного кубчика? Начались настойчивые расспросы. Некоторые из числа власть придержащих всерьез опасались следующих публикаций Дорошевич. Не будут ли отождествлять город Завихрайск с пельмью губернской столицы? На всякий случай выпустились темницы Пудова, очевидно, посоветовав держать язык за зубами. Но больше Дорошевич о купце Семипудове и городе Завихрайске не писал. Пермские чиновники и полицейские успокоились. Пронесло. Никита Чернов, Роман Мельничук, телекомпания «Ветта». Прокуратуре в России тоже недавно исполнилось то. За такой срок мудрости можно накопить много, а потом делиться ею. Вот еще одно полезное значение. Ну так, для общего развития. Досудебное прекращение уголовных дел присуще законодательству не только нашего государства, но и многих других стран. Главная особенность в том, что в действиях лица имеются признаки состава преступления, но наказание оно не несет. Основанием для освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, предусмотренное статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, возможно в том случае, если лицо совершило преступление впервые, если в ходе предварительного следствия либо судебного разбирательства лицо загладило причиненный потерпевшему ущерб, либо иным образом загладило причиненный вред. Все виды освобождения применяются строго индивидуально, при тщательном анализе качеств личности, при условии, что такое лицо может исправиться без применения мер уголовного наказания. По своему содержанию освобождение от уголовной ответственности означает освобождение не только от исполнения наказания, но также и от назначения меры наказания. Особенным видом освобождения признается амнистия. Амнистия объявляется в отношении индивидуально неопределенного круга лиц. Таким образом, в акте об амнистии не могут быть перечислены по фамильной лице, которым она применяется. Обычно акт об амнистии содержит описание категории людей, которым он применяется. Освобождение от уголовной ответственности дает возможность отчасти разгрузить следствие и дознание, позволив сконцентрировать его работу на более опасных и сложных в расследовании деяниях. Денис Пальчиков, Максим Фофанов, телекомпания «Аветта». Газеты тоже можно считать способом развития. Развитие отношений, понимание ситуации, да и просто способом получения информации. К размышлению. Рабочая группа по разработке новой редакции устава Перми согласовала техническое задание для подрядчика, которое займется написанием новой городской конституции. Как доложил руководитель управления экспертиз и аналитики Думы Лев Гершанок, разработанное техзадание было скорректировано в соответствии с теми предложениями, которые поступили от членов рабочей группы. Как напоминает автор статьи Дина Полина, рабочая группа была сформирована в связи с активным обсуждением вопроса о возвращении прямых выборов главы Перми. В итоге было принято решение о необходимости полностью переписать конституцию, а не ограничиваться очередными изменениями. Я хочу понять искренность противников нового места размещения зоопарка. Губернатор края решил услышать мнение горожан. Читаем в электронной версии еженедельника новый компаньон. Губернатор края Виктор Басаргин прокомментировал итоги заседания градостроительного совета, на котором эксперты обсудили проект строительства нового зоопарка. Цитирую. Это действительно оптимальное место, в том числе с точки зрения финансов. Просто для примера, подключить к существующим инженерным сетям зоопарк при его размещении по улице Братская можно не ранее 2017 года за 452 миллиона рублей. При размещении в Чернеевском лесу ориентировочная стоимость подключения к сетям водоснабжения и водоотведения всего 17 миллионов. Для подключения к сетям электроснабжения не потребуется строительство центра питания, как при размещении на улице Братской. Конец цитаты. По мнению губернатора, это является очевидными преимуществами размещения зоосада в лесопарке. Однако многие пермики выступают против этой площадки. Такие выводы Виктор Басаргин делает на основе комментариев в СМИ. Самоварное золото. Статью под таким заголовком читаем в звезде. В золотом кадровом списке, который был составлен во время президентства Дмитрия Медведева и публикован на официальном правительственном сайте, значились имена семи наших земляков. Но, увы, сообщает звезда, ни один из них так и не сделал заметной карьеры. А ведь блестящее политическое будущее ожидало всех. Напротив, у некоторых резервистов начались серьезные проблемы с законом. Подробности в свежем номере звезды. Не пропустите комету. Материал под таким заголовком читаем в еженедельнике «Аргументы недели при Каме». С конца ноября пермики могут любоваться самой яркой большой кометой столетия. Сначала ее будет видно по утрам, говорит лектор пермского планетария Татьяна Фукалова. А в январе комету можно будет наблюдать ночью. Ее открыли астрономы-любители в прошлом году. 28 ноября она прошла рядом с солнцем и частично растаяла. В результате скорость объекта упала. И вместо 24 декабря она может пересечь орбиту Земли в новогоднюю ночь. Жить в кредит сейчас или накопить и купить позднее? Такой вопрос, я уверена, задавали себе многие. Если сегодня для вас это актуально, посмотрите «Правила денег». Наде Емельяновой есть что нам рассказать. Партнер рубрики «Центр стоматологии 32 практика». Каждый зуб имеет значение. Доброе утро. Более половины россиян вынуждены брать кредиты. Они никогда не стали бы этого делать, если бы не оказались в стесненных обстоятельствах. Наконец-то выяснило Национальное агентство финансовых исследований. При этом эксперты отмечают, что финансовая грамотность заемщиков растет. Половина тех, кто берет кредиты, оценивает общую сумму переплаты за кредит, а не процентную ставку. Каждый второй выбирает банк самостоятельно и не ведется на предложения в торговых точках или автосалонах. 65% опрошенных считают нормальной практикой сравнивать, по крайней мере, два кредитных продукта. А вот состоятельные россияне, опрошенные компанией «Виза», в этом году целенаправленно занялись накоплением. В среднем из каждых заработанных 10 тысяч они тратят только 6, а остальные стараются так или иначе сэкономить. При этом в копилку складывают чаще доллары. СМИ подсчитали, что на руках у жителей России в конце ноября было не менее 20 миллиардов долларов. Этот показатель почти соответствует уровню 2007 года, впервые за последние 6 лет, из чего эксперты делают вывод о росте доверия к рублю. Это были правила денег. При слове «дворец» ассоциации у всех возникают разные. У кого-то анфилады комнат и роскошные лестницы, а для кого-то это просто галерея увлечений. И для молодежи тоже. Обычно с годами здание стареет, а это только молодеет. Когда его строили еще в 60-х годах прошлого века, оно называлось «дворцом культуры», и здесь собиралась весьма почтенная публика. Но 5 лет назад здание сменило свою направленность, и теперь это дворец молодежи. В такой бы зале только балы давать, но мы не первые, кому пришла в голову эта мысль. Студенческий бал с элементами исторической реконструкции – это уже традиция. Сколько здесь пели романцев, танцевали легких полик и отдавили прелестных женских ножек. Не перечесть. Но этот паркет, мы уверены, переживет еще не один танцевальный вечер. А вот другой зал буквально сотрясается о зажигательной нагорной музыке. Здесь занимается ансамбль армянских традиционных танцев «Крунг». Преподать урок молодежи пришел заслуженный деятель Армении и собиратель армянского фольклора Гагих Киносян. Я просто уже много лет собираю армянские танцы по деревням. И сейчас, когда есть довольно-таки большой багаж этих танцев, нужно передать это новому поколению. Глядя на такие танцы, невозможно равнодушно усидеть на месте. Ноги сами идут в пляс, так что я не удержалась и попросила научить меня нескольким простым движениям. Танец тоже имеет свой язык. Это язык тела. Что мы сейчас говорим на этом языке? Мы говорим про свою общину. У армян, как и русских, сильны традиции соборности, поэтому многие танцы исполняются большой компанией. Например, этот танец даже символизирует некий обряд защиты. Здесь нужно замкнуть круг, чтобы злые духи не причинили вред общине. Мы справились и, что приятно, получили массу комплиментов. А вот в крови нет, а не? Нет, а не нет. А что так хорошо танцуете, хорошо пружините? Все самое интересное во дворцах происходит зимой. Начинаются новогодние гуляния. Дворцу молодежи повезло особенно, ведь там работает лучший Дед Мороз России 2008 года. Это высокое звание Алексей Исаев получил в Ханты-Мансицке на всероссийском слёте Дедов Морозов и Снегурочек. Благодаря ему мы узнали, что Деды Морозы, оказывается, бывают разные – белые, синие и красные. А сам он – боярин. А Мороз Иванович, он такой вот игривенький, он такой весёлый, он и пошалить может, он и пошутить может, но он и наказать может. Нет, боярин не наказан, боярин, он приходит только к очень хорошим детям. У нас достаточно серьёзная подготовка к Новому году. У нас будет та фишка, которой не будет ни у кого – это резиденция Деда Мороза под открытым небом. Так что тому, кто не перестал верить в чудеса, можно вспоминать детские стихи и приходить к 20 декабря в дворец на поклон к Деду Морозу. Он обещает исполнить все ваши желания, в пределах разумного, конечно. Правда, и он надеется, что вывели себя весь год хорошо. Деречистых Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». С давних времён рядом с человеком существуют животные, которых мы сейчас называем домашними. Хомячки, черепахи, кошки, собаки. Поскольку у нас четверг, говорить будем о собаках. Нам стало интересно, а есть ли у пермяков как-то отдельно любимые породы собак. Посмотрим. Свежий букет на несколько лет. Рубрику «Люди говорят» представляет магазин «Вермонт». У меня дома лайка. Она у меня умница просто, ласковая. Не кидается на посторонних, не обращает внимания, не реагирует ни на что. Спокойная. За это, поэтому любую её. Маленькие такие мопсики. Они очень милые, забавные собачки. И тем более, если в наших условиях иметь собачку, то она небольшая. Немецкая овчарка. Она послушная, верная. Среднеизиадская овчарка. Держали длительное время дома. Очень красивая собака. Поначалу очень добродушная, как все щенки. Потом вырастают звери, которого дома держать уже не надо. Для частного своего дома очень хороший вариант, чтобы такую собаку содержать. Лабрадоров люблю. Она вообще как бы добродушная собака. Очень открытая для людей. Хороший друг. Ротвейлер. Характерные черты или что? Смелость, храбрость. Прямо такая собака. Видно, что собака, когда злится, аж на хохолке, шерсть дыбом встает. Мне нравятся мопсы. Просто они такие забавные, маленькие, такие морщинистые. Любимая порода собак – это акита. Акита ину. То есть хатико. Фильм «Хатико». Помните, да? Мне очень нравится, прежде всего, как она выглядит. Во-вторых, то, что она очень верная друг. К тому, что мы, женщины, проводим в салонах красоты уйму времени, привыкли все. Но немногие знают, что то же самое делают и наши домашние любимцы. Именно об этом сегодня в моей любимой рубрике «Чтоб я так жил». Что у нас на завтрак? Как воспитать породу? Как приручить хозяина? И, наконец, кто на кого похож? В рубрике «Чтоб я так жил». Здравствуйте! В эфире программа «Животных. Чтоб я так жил». С вами Яна Кунаевна. Сегодня мы приехали в Дом моды для животных, чтобы рассказать вам, как хозяева могут позаботиться о красоте и здоровье своих домашних любимцев. Здравствуйте! Мы правда с красотой. Рады вас видеть. Наш салон изначально задумывался и так отрабатывался, выстраивался, чтобы основной момент был все-таки с ветеринарной точки зрения, чтобы не только красиво, но и с собаке, чтобы было комфортно в этой стрижке, удобно, естественно, хозяевам ухаживать за этой стрижкой. Главное, чтобы она была сама безопасна. Поэтому вот все стрижки мы выбираем, конечно же, зная анатомию собаки, физиологию, зная зоопсихологию собаки и зная потребности хозяина. Грумер, мастер, который ухаживает за животными, это человек, который занимает промежуточное место между хозяином, собачкой и ветеринарами. Какой опыт надо иметь! Вы где берете таких специалистов? Коллектив у нас вообще суперпрофессиональный, складывался уже, наверное, годами. Изюминка нашего салона в том, что у каждого есть ветеринарное образование. Позволяет предупредить какие-то заболевания, своевременно их обнаружить, обозначить и своевременно отправить в ветврача. То есть какие-то атиты, ушных клещей, налет, зубной камень. Простите, это практически первичный прием ветеринарной клиники. Да, иногда приходят к нам с такими случаями, что скололся зуб. Это очень важная проблема, тем более, если собачка из разряда выставочных, шоу-класса. Слушай, а брекеты, случайно, собакам не ставят, я так на всякий случай. И брекеты ставят. А правильно я понимаю, что хозяева, когда приезжают, они оставляют своих питомцев и потом красиво их забирают, подстриженных, гламурных. Почему желательно, чтобы собака оставалась без хозяина? Она лучше себя ведет. Это международный опыт. Самое главное – это установить контакт между грумерами и собачкой, чтобы собачка легко себя чувствовала на столе. А когда присутствует хозяин, и собачка мечется, либо слушать хозяина, либо слушать грумера, и собачке в психологическом плане некомфортно. А во-вторых, когда хозяин забирает веселую, счастливую, стильную собачку, собака ему радуется просто безумно и более тесный контакт. Поэтому у нас иногда собачек забирает те члены семьи, к которым собачка неблагосклонно относится дома. Сейчас индустрия вообще красоты для домашних животных – это не только стрижка, уход за шерстью и лапами. Да, это также маникюр и репетикюр, стразы в ушки, выстригание по шерсти, блеск тату, заплетание. Всего-всего, практически все то же, что в моде, в тренде в человеческой инстрии. А иногда некоторые приходят, вот сделайте нам плейбоя, чтобы мы были такими пацанами, мачо. А вы можете на попе какого-нибудь кокер-спанели выстричь плейбой? Может, с красным, да, с красным бантиком. Сейчас вот такое вот хулиганство, но хулиганство правильное, трезвое, особенно с хорошими профессионалами, поэтому оно безопасное. Но мы, конечно, еще хулиганим, используем с подсветкой или с 3D-эффектом. Вот на дискотеках, которые светились. Иногда хозяева обижаются, что больше внимания собачке уделяют. Все, что делается с собаками, мне более-менее понятно. А кошки, другие животные вообще посещают ваш саду? Да, у нас очень много кошек. Мышки приезжают с выстриганиями и покрасить. Кролики приезжают подстригаться, зубы подстригать. Еще недавно обезьянка была из декоративных. На самом деле, я так понимаю, что и правила посещения вашего салона, они тоже близкие к человеческим салонам красоты. Я правильно понимаю, что это предварительная запись? Да, все так именно и происходит. То есть предварительно созваниваются, ну, желательно за недельку, потому что... Прямо у них праздник. Но, с одной стороны, это проблема, с другой, это комплимент, потому что люди со всего города приезжают в ваш дом моды. Весь Пермский край, там, Александровск, я уже не говорю, и Стул приезжают стричься, и из Москвы сюда приезжают и стригутся у нас. На пороге зима. Как защитить собачьи лапы от контакта с реагентами, которыми вовсю поливают наши пермские улицы? Действительно, это одна из наболевших тем. Первое, что нужно, это гигиенический ход за лапками, то есть обязательно выстригание шерсти между подушечками внутри, чтобы ничего не намерзало. Второе, обязательно вовремя подстригать когти, потому что из-за сильной длины когти неправильная опора идет на лапу. Самый простой способ – это приобрести обувь. Она бывает двух видов мягкая, считается более физиологичной, чтобы собачка привыкла. А потом уже на следующий год или вторая обувь, она может быть более твердой, жесткой. Если собачка никак не хочет ходить в обуви, то существуют различные кремы, воски, спреи для лап, которые наносятся до выхода на улицу. Тема модной одежды для домашних животных. Вот когда я захожу в салон модной одежды, у меня искреннее чувство жалости, что я себе не могу такого позволить. Потому что некоторые модели одежды, ну я бы сама с удовольствием примерила, честно, какие-то есть самые модные тренды на сегодняшний день? Да, Сочи 2014 с эмблемой, с надписями, сшита по последним лекалам. Идеально сидит на собаке с различными видами подкладок. Скоро на улицах города мы увидим хозяина в костюме Боско Дичи Леджи, собаку в комбинезоне и в ошейнике Сочи 2014. Они будут прекрасно поддерживать друг друга. Я думаю, что это будет красиво. Вы как хозяйка дома муды для животных вообще, о чем мечтаете? Можете с нами поделиться? Ну, хотелось бы, конечно, открыть кафе для собачек. И хотелось бы еще именно в Перми поработать вместе с модельерами. Разработать линейку собачьей моды в тренде человеческой, чтобы вот одинаково было. Чтобы это было приемлемо. И главное, покупай Пермск. Это очень хорошие мечты. Я желаю вам, чтобы они обязательно реализовались. Всем нам на радость. Что еще можно добавить к этой красоте и ухоженности? Пожалуй, одно, чтобы мы так жили. Это все новости из жизни домашних животных на сегодня. До новых встреч. Ну что, красотки мои, пойдемте покорим весь город своей красотой. Ой, мой мой, ты хорошая. Ты какая красивая. Ну и еще немного о животных. На этот раз о лесных. Всем, кто любит участвовать в конкурсах, рекомендую посмотреть наш сюжет. Эти лица вам уже знакомы. Каждое утро ведущий Эдуард Матвеев и его маленький помощник Илья Чиж дают уроки экономики в передаче «Лесная биржа». Программа рассчитана не только на детей. Родители тоже могут узнать много интересного. Накануне авторы телепроекта объявили конкурс на лучший рисунок. И вот награда нашла своего победителя. А точнее, победителей. Мы узнали у ребят, чем им так понравилась передача. Я нарисовал и нот с акацией. Это мой любимый персонаж из передачи. Интересная очень передача. Как бы сказать, об экономике, так можно сказать. Интересно особенно про акации. Акации – это как акции. Ну, акции можно там продавать, можно их покупать. Это тоже интересно. Там рассказывается, как обращаться с деньгами, когда их можно использовать. Потому что интересно. Хочется показать героев, как ты сама их представляешь. По условиям конкурса нужно было прислать рисунок с лесными животными, героями передачи, которые вместе с ведущими помогают маленьким зрителям знакомиться с миром акций инвестиций. Среди огромного количества работ в итоге были выбраны пять. В подарок победители получили книги Эдуарда Матвеева. Книга «Лесная биржа» гораздо больше, чем наша передача, потому что в ней сказка, она полнее. И, конечно, это то, что мы подарим эту книгу победителям конкурса. Я считаю, что это действительно большой подарок, потому что он может у будущего взрослого человека в жизни очень многое поменять. По словам Эдуарда Матвеева, такое количество рисунков говорит не только о популярности передачи, но и о заинтересованности детей в познании мира финансов. Денис Павчко, Ферослав Лакин, телекомпания «Аветта». Каждая передача – это практическое занятие для любого ребенка, который хотел бы потом заниматься биржевой деятельностью вообще, и акциями в частности. О чем сегодня говорит весь мир, мы предлагаем подумать и вам. Здравствуйте! Здравствуйте! Привет, Илья! Ну, рассказывай, успел ты вчера подписаться на акации «Овощи Пио»? Еле прошел к этой березе, ведь там столпили все звери. Все хотели подписаться, чтобы получить акацию. Хотелось бы быстрее очутиться на биржевой поляне. Погляди. Ничего себе, сколько зверей! Некоторые даже по две акации купить собираются. Да. А вдруг мне не достанется? Уважаемые звери, желающие купить акации «Овощи Пио», оказалось больше, чем самих акаций. А некоторые по две хотят купить. Получилась переподписка. Чего у них там такое получилось? Переподписка. Это когда и вправду заявок на покупку акций у компании оказалось больше, чем продается. Но когда мы были у вас на работе, там ведь были торги. Все покупали и продавали акации, никакой подписки не было. И здесь, на мясной бирже, так же. Подписываются, Илья, на акции, когда их компания впервые продает. Их до этого на бирже еще не было. Вот тогда компания и предлагает всем подписываться на акции. А когда происходит переподписка, раз получилась переподписка, я каждому продам только по одной акации «Овощи Пио». И стоить она теперь будет 25 желудей. Ого! Ничего себе цена! И так дорого было. А теперь вообще вычеркните меня. Медведь, вы же вообще говорили, что покупать не хотите, а сами подписались. Я не говорил, что покупать акацию не хочу. Я говорил, что цена дорогая. Ладно, впишите меня обратно. О! А ты, Илья, как решишь? Будешь покупать акацию «Овощи Пио» за 25 желудей? Да! Ну тогда беги быстрее к маме с деньгами. Русалка создана при поддержке группы компаний «Кастом Кэпитал». Знаете, я довольно долго в детстве верила, что русалки – реальные существа. А все почему? Да потому что сказки были убедительные, и героини там были как живые. Новые мультфильмы ничем не отличаются от мультфильмов моего детства. Но должна признаться, что они другие. Этот – не хуже и не лучше. Он просто другой. А называется так же. «Русалочка». Сегодня консьерж в понимании большинства – это что-то вроде охранника в доме. Но хотя почти во всем мире, это помощник, готовый взять на себя рутинную часть забот и найти нужные решения в волнующих вопросах, начиная от доставки товара и заканчивая любыми непротивозаконными капризами клиентов. Но об этом вам сегодня расскажет Максим Суханов. Смотрите «Вечерний Вестник» в 19 и 21.00. Как вы думаете, какая разница между свободной женщиной и одинокой? Мне кажется, что одиночество – вещь весьма добровольная. И, как правило, достигается достаточно сложными способами. Отключить все телефоны. Выйти из социальных сетей. Поменять образ жизни. Главное – понимать, что вернуться никогда не поздно. Отдохнуть, набраться сил. И, пожалуйста, из одинокой ты тут же становишься свободной. В мыслях, в чувствах, привязанностях и предпочтениях. Ну а перед Новым годом отдохнуть – святое дело. Начали. Чтобы к 31-му мы все были полны сил и желаний. У нас все получится. Сегодня в Перми чуть теплее. Температура воздуха днем минус 7-9 градусов. Облачно возможен снег. Атмосферное давление ниже нормы. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова